Мне все-таки интересно, как вот экономически, насколько это удается. И второй мой вопрос насчет этих европейских стандартов. Можно было бы как-то в двух словах сказать, что это такое, насколько сложно было переходить к ним после советской модели, поскольку как-то сложно у нас в Беларуси с этим. И интересно, что нам предстоит, и что может быть самое сложное в переходе, к этим новым стандартам, как вам кажется? По поводу финансов. Эстонское высшее образование, по крайней мере, та часть, которая занимается исследованиями, наукой, ученые наши, они живут большей частью за счет европейских грантов. Эстония относится к тем странам, где средний уровень жизни все-таки еще до среднеевропейского не дотягивает, и по этой причине мы датируемся. То есть наши ученые получают европейские гранты на проведение своих исследований. У нас есть европейские стипендии, которые мы платим студентам, и за счет этого они, собственно говоря, могут обучаться бесплатно. Этот вопрос решается именно таким образом. Как государство изыскало средства для того, чтобы образование было бесплатным, честно говоря, для университета до сих пор загадка. На это вам бы не ответил, я думаю, даже ректор нашего университета или глава какого-либо другого вуза. Были приняты в парламенте, это решение прошло не так легко, как может показаться. Были и сторонники, и противники подобной реформы. Но вот тогдашний министр образования, сейчас он уже сменился, и причем в Эстонии впервые министром образования стал русский. Для нас это очень большой шаг в деле, я бы сказал, такой внутренней демократизации процессов, которые идут. Вот предыдущий министр образования, он все-таки был поборником этой реформы, он, собственно говоря, с этой идеей выступил, и вот ему удалось каким-то образом убедить парламент принять тот бюджет, который был принят. Он не стал дефицитным, с бюджетом из-за этого не было никаких проблем, но, видимо, что-то было урезано. Но что конкретно, вот, к сожалению, на таком высоком уровне у меня информации просто нет. Я как раз тогда начал работать в университете, и вот одно из дел, которым я, будучи на секретарской еще должности, должен был заниматься, это как раз вот перекраивать, назовем это так, программы, потому что необходимо было с пятилетних планов в 90-е годы, в конце 90-х, перейти на вот эти самые планы по системе 3 плюс 2. То есть, с одной стороны, вроде как не так и странно, не так и сложно, потому что 3 плюс 2 равняется тем самым 5 годам, да. На самом деле все было более запутано для нас поначалу, по крайней мере, потому что стандарты требовали соблюдения не только вот этих вот формальных критериев, да, но и содержательных. Вот одним из них была та самая практика, про которую я говорил, да, в обязательном порядке. Она должна была быть вначале на уровне магистратуры, потом и на уровне бакалавриата. Кроме этого, у нас не было такого большого количества факультативных предметов поначалу, которые в конечном итоге должны были появиться, потому что если мы будем говорить о нынешнем стандарте высшего образования, который соответствует уже, естественно, давно европейским критериям, у нас сейчас прописано, я вот специально сегодня даже в самолете проверил, чтобы в этой цифре не ошибиться, что минимум 50% должно быть предметов по специальности, но этот минимум, в принципе, он может действительно вот и быть использован в программе, да, то есть по большому счету у вас может быть половина только предметов по тому направлению, которое заявлено вот как название программы, а вторая половина это либо общие предметы, либо факультативные предметы. Это та данность, с которой мы живем, и это та данность, с которой, кстати говоря, не все мирятся, потому что есть преподаватели, которые, ну, резонно считают, что, например, с таким количеством и часов, которые выделяются на предметы, да, и с таким количеством в целом вот тех предметов, которые вы в эти три года можете вложить, специалистов для рынка труда не подготовить. Я с ними согласен, потому что вот еще у вас была часть вопроса по поводу того, как учитываются требования рынка труда, они учитываются на уровне, я бы сказал, магистратуры, потому что, что касается наших программ, когда к нам вот на наши либеральные программы приходят студенты, мы со всей полнотой ответственности им заявляем, что, ребята, вы после трех лет не будете еще готовы выйти на рынок труда. Для того, чтобы там оказаться, вам нужна, как минимум, еще магистратура. Чем мы хороши? Тем, что после нашего широкопрофильного бакалавриата по гуманитарным наукам можно идти практически в любую гуманитарную магистратуру. То же самое социальные науки, да, достаточно большой выбор. Вот в этом мы можем вам действительно помочь. Если ваша цель выйти сразу на рынок труда, вот больше трех лет вы не в состоянии тут с нами отобщаться, вот, то, наверное, вам все-таки не к нам. Поэтому мы, наверное, вот не те, кто это учитывает. А вот что касается магистратуры, я знаю, что коллеги, открывающие магистрские программы, у нас в колледже только бакалавриат, да, мы не занимаемся магистратурой. А вот те, кто ею занимаются, я знаю, что у них вот отдельным пунктом прямо документов, которые они представляют для утверждения программы в Сенате, это высший совещательный орган университета, вот один из документов, это как раз то, что они должны представить анализ рынка труда на предмет востребованности специалистов в данной сфере. Звучит очень так это официально, да, но, наверное, это действительно нужно, потому что иначе зачем, опять же, готовить тех людей, которые, ну, не будут востребованы. Хотя, опять же, вот если вспоминать, о чем мои коллеги периодически размышляют, говорят, что тогда, когда рынок труда так быстро меняется, что, во-первых, какие-то профессии вообще исчезают, да, на каких-то этапах там одни становятся более, другие менее популярны, и те прогнозы, которые вы сделаете в начале своего студенческого пути, если вы делаете для себя, да, или как администратор программы вы делаете, они через пять лет, ну, в лучшем случае оправдаются на процентов 10-20, да, а все остальное, это все-таки жизнь несет свои коррективы, поэтому, когда мамы, да, вот я знаю, что, например, в русских семьях, даже в Эстонии, да, принято там мамы-папы, держат семейный совет, собираются и вот обсуждают там, куда дитоньку отдать, что у нас сейчас популярно, роются, да, вот, или в интернете, кто уже им пользуется, смотрят, то, по большому счету, они, конечно, молодцы, они проявляют заботу, но это скорее такой психологический момент, как-то себя подуспокоить, да, и ребенка вроде как в нужное русло направить. Будет так, как оно будет, да, вот и все. Хорошо, спасибо. Какие у вас есть вопросы, Вадим? Да, еще раз добрый день. Сразу прошу прощения, если мои вопросы будут повторять то, что вы уже сказали, пока я сюда спешил в начале лекции. Вот, в принципе, продолжение вопросов Ольги. Во-первых, как в этой системе сложны взаимоотношения с преподавателем, и сложной организацией, как устроена оплата их труда, с учетом того, что очевидны разницы популярности курсов одних и других преподавателей. И второе, понятно, что если первый выпуск через неделю, то про трудоустройство – это, очевидно, преждевременный вопрос, но все же есть у вас вообще какой-то анализ их востребованности? Ну, понятно, не то, что было в начале. Это то, что я говорил в ответ на Ольги. Нет, я понимаю, но, например, с точки зрения той практики, о которой вы говорили, или с точки зрения анализа, например, удовлетворенности самих выпускников и тем, как они находятся сейчас в рабочем месте. Давайте я тогда скажу, по крайней мере, где они себя находят, если даже не на рынке труда. Наверное, тогда это будет более как-то лучше. Ну, больше, чем вы. Ничего плохого там нет, не переживайте. Так, ну, может быть, тогда с этого и начну. Если говорить о том, куда идут наши ребята после, то вот наш первый выпуск, который у нас был по местным программам приема 2008 года, то есть это уже теперь событие трехлетней давности, он в полном составе нашел себя за рубежом. Девушки у нас там выпускались, молодые люди в первый год не дошли до финишной черты. И вот все эти девушки, они либо пошли в магистратуры, уже в зарубежные вузы поехали учиться, либо там было довольно много тех, кто выпускался по направлению переводоведения в иностранном языке, они работают переводчиками, они занимаются тем, что, собственно говоря, что и заканчивали. Те студенты, которые у нас в этом году будет первый выпуск по либеральным программам на английском языке, мы не то чтобы их уже спрашивали, мы их на выпускном, естественно, спросим, хотя бы в устной форме, потому что потом университет все равно всем рассылает просьбы, письмо с большой просьбой, там, ответить, где они и как устроились, да, эта информация собирается даже на более высоком уровне, чем колледж. Ну вот, я знаю, что я давал рекомендации как минимум двум студентам для поступления, опять же, в магистратуру за рубежом и одному студенту для поступления в магистратуру нашего университета, потому что, на самом деле, для нас-то очень радостно, не радостно, что он оден, да, но радостно, что он все-таки есть. Это как раз к умлауду, кстати, красный диплом. Студент из России приехал к нам учиться, вот в Эстонии задержится еще и в магистратуру. Бакалавриат-то и создавался англоязычный для того, чтобы ковать кадры для себя любимых в первую очередь, да, потому что здорово, конечно, что они поедут дальше и будут рассказывать про то, что вот есть такой замечательный Таллинский университет, но нам бы, конечно, хотелось, чтобы они оставались в наших стенах как минимум еще на уровне магистратуры. Вот в его случае это оказалось возможным. Пока я отвечал на второй вопрос, я забыл первый. В поводу того, как организуется оплата в продактах. Да, лучше бы я его забыл, действительно, вы бы не поминали. По-разному он организуется, скажу вам честно, потому что тогда, когда поток солидный, группа набрана, то и вопросы возникают, да, вопросы возникают тогда, и коллеги мои из других институтов бывают недовольны тогда, когда мы им присылаем, скажем, вот, там был у нас модуль, этот хобби-едюкейшн называется, да, неформальное образование. Здорово, классно, у нас с вами сегодня тут тоже своего рода неформальное образование, которое я всячески поддерживаю и люблю. Но модуль не очень популярен, да, и когда мы присылали на те занятия, которые там должны были вестись 3-4 человека, в лучшем случае, вот, а один из них не доходил, а другой заболевал и приходил на место один, да, то мне раздавался звоночек и спрашивали, где, собственно говоря, заявлены экземпляры. На звоночек, как вы понимаете, приходилось отвечать. Вариантов было, на самом деле, очень много. Во-первых, у нас вот существовал, как я уже говорил, инкубатор программ англоязычных, и те финансовые средства, которые нам давались на вот период запуска, да, они позволяли финансировать, может быть, менее популярные модули. То есть мы датировали, да, вот как в экономике, там, сельское хозяйство датируется еще чем-то, предположим. Вот и у нас тоже, там, неформальное образование чем-то там еще датировалось. Этот вариант был. Второй вариант, вспоминайте, это тоже было в презентации, я говорил про студентов программы Erasmus. Вот приехали студенты программы Erasmus, они же еще не знают, что это не очень популярный модуль, да. Самое время их схватить и сказать, дорогие друзья, мы имеем честь и так далее, да. Ну вот, смотришь, и группа наберется. Ну, то есть вот уловками, вот такими вот небольшими милыми хитростями, да, ничего крамольного в этом нету. Я это в конечном итоге рассказываю, как вы видите на камеру, да. Мне за это не стыдно. Это возможность действительно запустить максимальное количество модулей. Потому что другой вариант, который на самом деле, по-видимому, нам придется в конечном итоге реализовать, это то, что мы будем, мы думаем об этом, если честно, будем спрашивать заранее у поступающих, у кандидатов, во время того самого интервью по скайпу, а какие модули вас интересуют. И если у нас будет изначально известно, что выбирает большинство, да, то мы в конце вот этого самого периода приема и будем давать, ну, рассылать просто информацию, да, что дорогие вот наши applicants, как они называются, кандидаты, имейте, пожалуйста, в виду, что через год будут открыты именно вот такие, такие, такие модули, да. И тогда вот этот вопрос отпадет сам собой. Ну, вот, либо третий вариант, которого не хотелось бы делать, это просто снимать непопулярные модули. Вот сейчас, по большому счету, программа, процесс ее запуска закончился, у нас первые выпускники, и вот следующий год мы уже с коллегами объявили, как такой год обновления программы, то есть мы анализируем полученные результаты и по одному из этих путей пойдем, да. То есть либо все-таки будем отсекать это за ненадобностью, да, но вот жизнь показала, что нет желающих, либо вот как-то так на год более конкретно давать набор. Ну, что касается наполняемости, а вот именно по зарплате преподавателя, то есть она организована в зависимости от этих студентов, от этих наборов. Я этим вопросом практически не занимаюсь, потому что наша задача заказать преподавателя из того подразделения, которое платит ему зарплату. Вот, и до момента, пока звоночек не раздался, я могу над тем не думать. Если он раздается, это значит, что, наверное, совсем-совсем-совсем все плохо. Но тогда у нас есть какие-то вот варианты, которые я вам привел, да, каким-то, ну, образом датировать это, вот, придумать что-то еще, нам побольше студентов. Потому что каждая студенческая голова, как система финансирования в университете рассчитана, работает, да, каждая студенческая голова, присутствующая, вот, задекларировавшая ваш предмет, университет за нее платит. То есть, если это будет два человека, да, будут одни деньги, уйдет в минус институт с этим предметом. Если будет 22, будут другие, да, дальше, может быть, начнется уже и то, что в плюсе останутся. То есть, в принципе, чем больше студентов на предмете, тем выгоднее институту его преподавать. Скажите, мне очень интересно, потому что я тоже в системе образования работы, маркетинга, рекламы. Вот скажите, это значит, с этим и понятно, эстонским университетом это понятно, что происходит. А у вас тоже интересно все. Ну, вы, студент, заключает договор с университетом, кто налогоплательщик, кто оплачивает спонсор обучения. И потом, как нужно отрабатывать, какое время, сколько времени. И потом, в процессе обучения, есть ли практика или нет. Потому что, например, у меня были пульсы, от месяца до десяти мы обучали и сразу открывали фирму, помогали открывать фирму, сразу человек зарабатывал деньги. Отвечаю по порядку. Студент заключает договор в любом случае, вне зависимости от того, учится он на платной или бесплатной основе. Потому что даже если он платник, понятно, прописаны права и обязанности сторон. Если он бесплатник, все равно настолько четко сейчас разработана система, что именно ему надо, на что он имеет право в течение трех лет, на что нет, он все равно подписывается под этим самым документом. То есть контракт заключается в любом случае. Второй вопрос был по поводу практики. Практика есть. Я об этом говорил. Отработки нет. Распределение военно-вторых. Отработки нет. По поводу компании вы еще спросили. В Таллиннском техническом университете, где они тортик резали, есть так называемая система стартапов. Поскольку у них самый большой в Эстонии экономический факультет, считается, что таким делом чести, что если учусь на бизнесмена, бизнесом заниматься, то и первую фирму было бы неплохо создать еще на студенческой скамье, чтобы преподаватели помогли, направили. И вот есть специально в их кампусе целый корпус, где студенты, свои стартапы, вот эти начинающие компании могут развивать. То есть ты просто регистрация через интернет занимает буквально 15-20 минут, ты регистрируешь свою компанию по вот этой самой своей ID-карте, дальше ты начинаешь заниматься чем-то конкретным, что-то производить, что-то делать. Да, вот университет дает для этого специальное помещение, где тебе, собственно говоря, вот в помощь еще и твои преподаватели. Хорошо, спасибо. А может вы филиал здесь хотите открыть, чтобы два года студенты здесь учились, это будет дешевле, здесь будут преподаватели, они подучат язык английский, и истории, и все, потом поедут к вам. Знаете, вот в данном, да, нет, спасибо за предложение, но в данный момент такой идеи нет. Хорошо, спасибо, у нас есть еще другие вопросы, пожалуйста. А потом, Андрей. Ну, у меня такой, может быть, школьный вопрос, как обстоит дело с людьми с ограниченными возможностями в системе образования Эстонии, потому что, например, в Литве у меня сложилось достаточно мрачное впечатление, например, тоже общежитие Вильнюсского технологического университета, оно переоборудовано для того, чтобы там могли учиться колясочники. Я оббегал вовсю и не нашел ни одного живого колясочника. Персонал там, почесав там все возможные места, сказал, что вот пару лет назад пару колясочников было, да. А в обществе вот осталось вот такое вот понятие, такое достаточно биологизированное, достаточно советское, о том, каковы потребности отличающихся людей, да, и как следует с ними поступать. Как у вас с этим? В понедельник я читал очень бегло, но просматривал, скажем так, отчет нашего ректората о том, что за работу велась в течение прошлого календарного года. Они у нас полгода, потом этот отчет составляет достаточно длительный процесс, поскольку он идет еще и на утверждение аудитору. И наткнулся там на факт, который, например, для меня был новым. А факт был следующий, что оказывается весной этого года, наш, нет, простите, прошлого года, потому что за 13-й отчитывались, наш университет прошел тоже аудит, но только не финансовый, а есть аудит Союза, Эстонского Союза людей с ограниченными возможностями. То есть они его проводили во всех университетах и проверяли университеты как раз на предмет того, насколько их кампусы соответствуют потребностям людей с ограниченной мобильностью или вот какими-то еще недостатками. И вот тот отчет, который содержался, вот краткая, да, выдержка в общем вот этом тексте, он касался того, что кампус нашего университета требованием соответствовал. Я не знаю, к сожалению, вот вы сказали по поводу хостеля, да, общежития вот в Литве. Но вот как раз в этом и проблема, что формальные требования, они в Литве тоже соблюдены, но отношения, прочтение вообще контекста, оно осталось сугубо советское. Не говоря уже про Беларусь. Сама вот эта объектная постановка вопроса, что люди с ограниченными возможностями устают с объектами, это уже многое дело. Хорошо, но смотрите, если люди с ограниченными возможностями сами проводят аудит, это значит, что они все-таки не объекты, а субъекты, то есть они сами для себя оценивают. Это не то, что комиссия какая-то пришла и проверила соответствие кампуса, ага, вот это сделано, а это не сделано. Я прошу прощения, я не атакую ваше общество. И я не ставлю под вопрос ваше стремление к изменению, к европеизации, у меня нет такого права. Но общество обладает гигантской мерцией. Если вспомнить даже те же психиатрические репрессии в СССР, а посмотрите, что сейчас делают со своими политическими противниками в постсоветских странах. Они в точности так же пытаются сделать сам из Януковича, из Путина, из Лукашенко, психически больных. Как самые яркие примеры. И это типичное победение. А сейчас вопрос, насколько, как вы сами, может быть, оцениваете эту ситуацию, или сложно сказать, насколько формален этот анчет? Хорошо, если пример с аудитом, может быть, был из разряда каких-то более формальных вещей, я могу привести пример из моей собственной переписки. Два месяца назад ко мне обратилась кандидат из Латвии, которая хотела поступать на программу LiberLarts. У нее проблемы со зрением. И я, как я понял из ее описания, проблемы достаточно серьезные. И она меня спросила, насколько эти программы учитывают людей, у которых проблемы со зрением. Я ей честно ответил, что мы не в состоянии гарантировать, что каждый преподаватель на каждом предмете будет действительно давать ей отдельное задание и каким-то образом постоянно обращать на нее внимание. Это был мой честный ответ, и она к нам не поступает. То есть сказать, что мы на 100% учитываем, я не могу. Результаты аудита я тоже озвучил. Хорошо, спасибо. Андрей, потом прошу. Вот вместе, да? Ну да, но если слышно, то... Удиверный Андрей, преподаватель Европейского комитарного университета, философ, профзоюзный активист. Накопились некоторые вопросы в процессе нашего республики. Они вполне конкретные, так как я также ангажируем в практику и был ангажируем в управление университетом. Также все время обучался в документах, может, в колледже LiberLarts в Санкт-Петербурге. Смольном, да, поэтому вполне конкретные будут вопросы. Маленький вопросик о том, вот я помню, у нас было в России, обязательное минимальное требование для того, чтобы выдавать диплом государственного образца. То есть вы говорили о том, что... Минимальные требования, больше. Да, по конкретным дисциплинам, которые студенты должны были проходить. Обязательно. То есть вы говорили, что есть в реестре эстонского системы образования, конкретно было зарегистрировано с два направления, социальная и милитарная наука, соответственно, за этим... А реестром скрывались бы конкретные дисциплины, которые обязательны для студентов. Вне выбора правильные? Их выбираем мы. Их никто не может нам навязать. Абсолютно. Но этот выбор, он есть, как бы такая сетка, да, общеуниверситетские курсы? Есть общеуниверситетские обязательные курсы, да, естественно. Если у вас создалось впечатление, что там все абсолютно на выбор, то на выбор на самом деле только модули, но внутри модули... В том числе аудитории, уточните, что... Да, но и модули будут обязательные предметы и факультативные предметы, конечно. Конечно, не нас тоже, как сказать. Более сложным будет вопрос, как управляется университет, колледж конкретно, прошу прощения, как преподаватели участвуют, которых, по сути дела, у остатных преподавателей вообще нет. Из-за того, что вы говорили, как участвуют студенты в управлении, есть ли какие-то коллегиальные, студенческие ассоциации, либо преподавательские ассоциации, либо сенат, какой-то органцев в управлении. Угу. Отвечаю. Университет, Таллиннский университет, сам по себе, это зонтичная организация, в которую входят на данный момент 19 институтов и 6 колледжей. Я сказал, что от системы, такой классической системы факультетов мы сознательно ушли. Есть ректор, да, как глава университета, ректорат, это действительно классический подход. Есть совещательный орган, называющийся, я уже произносил это слово, сенат. В сенат входят представители всех подразделений университета, плюс 20% членов сената это студенты. То есть от нашего студенческого самоуправления 20%, в данный момент у нас 42 члена сената, то есть вот посчитайте, там получается около 7 или 8 человек, это именно студенты. В принципе, на уровне подразделений получается примерно то же самое. Директор института, или в моем случае директор колледжа, это вот наша исполнительная власть, да, я отвечаю за то, что происходит. Есть и законодательная власть, есть совет подразделения, в моем случае это совет колледжа. Кто туда входит? Туда входят представители тех институтов, которые с нами сотрудничают, да, дают свои модули в нашу программу, и плюс к этому туда делегированы два человека из студенческого совета. Спасибо. Как отбираются преподаватели? Причем, просто чтобы было закрыто в эту сетку. Преподаватели... Соответственно, со двором тоже было бы интересно услышать, да? Преподаватели отбираются, в принципе, не нами. Наша задача – это определить те предметы, которые в следующем году будут читаться, и отправить в соответствующий институт на них заявку. Те преподаватели, которые отбираются, выбираются подразделением, откуда этот предмет принадлежит. Единственное, как я могу на это повлиять, мы анализируем два раза в год после каждого семестра обратную связь от студентов. Они через электронную систему дают там свои оценочки. Сначала это было необязательно, потом стало обязательно, иначе предмет невозможно проставить, результат, потому что нам интересно, что они все-таки по этому поводу думают. И вот те оценки, которые они дают, если она, оказывается, они оценивают по пятибальной системе, если она оказывается ниже трех, я должен, ну не то, что сказать, принять меры, да, но я должен как-то на это отреагировать. То есть моя задача в том, что я тогда должен выяснить, почему этот предмет оценен так плохо, и соответствующий институт об этом оповестить, чтобы они задумались над тем, стоит ли этому преподавателю этот предмет давать снова, или каким-то образом, может быть, видоизменить его, то есть с тем же преподавателем, но внеся какие-то коррективы продолжать сотрудничать. С гостевыми преподавателями зависит от того, по какому договору они едут. Если они едут по договору, заключенному между колледжем и каким-то другим учебным заведением, то тут это моя прерогатива. Если они приезжают по договору другого подразделения, но при этом читают нашим студентам, то я оставляю это на откупе, потому что просто не в состоянии за всем уследить. Это очень такая сложная достаточно структура, вот насколько я ее смог описать. Я имею в виду руководство администрирования такими программами за счет их вот такой вот мозаичности. Поэтому я не могу просто все брать на себя, и вот этот аспект оставляю другим подразделениям. Аккуратер группы есть? Соли, слеги, тьютеры? Есть тьютеры, это студенты старших курсов, которые помогают младшим. Есть руководители программы, в случае либерларца это я, но я решаю как руководитель программы вопросы очень сложные, и поэтому, как правило, студенты, но если у них там какие-то легкие вопросы, проблемы возникают, они до меня не доходят. Если до меня что-то доходит, это значит, что дело совсем плохо. Андрей, еще у тебя. Последний вопрос, это бюджет колледжа и какой вклад студентов в этот бюджет, то есть зарплату курса. А бюджет теперь вы хотите что? Размер? Я не скажу. Нет возможности, к сожалению. Когда пропорция вклада студентов? Пропорция вклада студентов максимальная, потому что мы практически за те деньги... В отношении, предположим, госфинансирование, какой процент студентов платники? Ага, видите ли, у нас госфинансирование появилось только первый год, когда система перешла на бесплатную основу, потому что до этого у нас не было в нашем колледже бесплатных мест, у нас был только платный набор, и мы бесплатников берем только с 2013 года, поэтому сейчас процент минимальный, он дотягивает даже до 10, но он будет увеличиваться, потому что теперь с каждым годом мы будем принимать все больше и больше бесплатников. Поэтому я вам могу сказать, что вот около 10, но эта цифра, она будет увеличиваться. У меня такой вопрос небольшой по поводу человеческого капитала преподавательского. Что вообще за период трансформации образования случилось с преподавательским корпусом в Эстонии? То есть насколько он обновился, как люди реагировали на все эти перемены, и есть ли какие-то специфические проблемы? То есть, например, там языковая, или, например, в Беларуси есть момент, когда людей увольняют по политическим соображениям и так далее. То есть вот что происходит с преподавательским корпусом? Ну, это очень важный, конечно. Это преподавательский корпус, я бы сказал, что он помолодел, наверное, потому что у нас, ну, такой вот, опять же, мы говорим сегодня много про деньги, но давайте продолжать в том же аспекте. Преподавательские зарплаты, они более или менее сейчас уже приведены в такие нормальные цифры, которые позволяют в Эстонии, ну, среднестатистически вот так вот жить. И этот аспект, наверное, немаловажен для любого, да, кто начинает свой путь, имея в виду молодых людей и девушек, они, если они решают, оставаться ли в университете преподавать, то, наверное, им хотелось бы знать, что они будут все-таки на эти деньги в состоянии прокормить себя и свою семью. Поэтому этот вопрос решен, поэтому вот молодежь как-то к нам идет. Более того, если мы берем вот докторантуру как кузницу преподавательских кадров, то докторантура в Эстонии полностью бесплатна. Она была уже несколько лет на полностью бесплатной основе, она полностью англоязычная, причем бесплатна так, что тебе еще и стипендию доплачивают, поэтому у нас довольно много иностранцев учатся на уровне докторантуры, и их стараются привлекать во всякие грантовые схемы, в различные научные исследовательские проекты уже на уровне, во время учебы. Докторантура у нас 4 года длится. Поэтому все это позволяет все-таки как-то так вот этот процесс смены поколений провести достаточно гладко. Был еще вопрос по поводу отношения к реформам. Да, по-моему, как-то так было. То есть как люди пережили это? Болезненно пережили, любые реформы переживаются болезненно. У нас есть те, кто считает, что проводятся они слишком активно и не должны были таким образом проходить, потому что я, например, не помню, я в университете с 2001 года работаю, даже раньше немножко начал лаборантом на кафедре. Вот за эти годы уже сколько, почти 14, я не помню ни одного, когда бы у нас чего-нибудь не менялось. У нас постоянно что-то меняется. И наш дорогой любимый ректорат, действительно, не в кавычках, дорогой любимый, у нас очень отзывчивые, замечательные коллеги во главе университета стоят, и это наше счастье. Они нам говорят, что, ну, вы поймите, пожалуйста, да, что развитие учебных программ – это постоянный процесс. Это не то, что там мы сели раз в пять лет, да, и покумекали, а тут-то надо поменять, там, да, и здесь бы было неплохо что-то новое внедрить. Они просят каждый год, ну, такой бюрократический, опять же, аспект, каждый год представлять меня как руководителя программы, отчет о том, каким образом я ее развивал в течение года. Кто мне в помощь в этом смысле, у каждой программы, опять же, есть свой совет, да. То есть я не принимаю эти решения единолично, я опираюсь на мнение коллег, в совет программ входят, опять же, представители разных структурных подразделений, ее реализующих, и вот они коллегиально решают, что, а, вот здесь, наверное, что-то надо поменять, там, какие-то изменились положения, надо как-то на это отреагировать. Но любые изменения всегда, во-первых, возникает в их ходе, ну, некое противостояние, да, не все их принимают, это нормально, и, мне кажется, в этом, собственно говоря, и заключается, мне кажется, так представляется наш вот процесс работы. Без изменений как-то его уже сложно себе представить. Оля. Ну, у меня, на самом деле, очень близкий к Леше вопрос. Насколько травматичным вот был переход от советской этой системы, для преподавателей, конечно, к европейской в 90-е годы? И что это было? Это были массовые увольнения, это были какие-то очень жесткие критерии, которым очень многие люди не соответствовали. Куда делись те люди, которые защитились, стали, там, кандидатами, докторами, академиками? Это же огромный корпус, это же геронтократия, в общем, по крайней мере, в Беларуси. Куда они делись? Что вы с ними сделали? Или они переучились. И да, какой процент вообще остался? Я 90-е годы помню не так хорошо, как нулевые. Ну, я понимаю. Просто потому, что я закончил среднюю школу в 96-м, да, и начал тогда учиться в университете, поэтому вот на моем веку, вот то, что я начинаю рассказывать с 2000-го года, да, я уже при всем этом присутствовал, я это видел. 90-е помню более расплывчато. Не могу сказать, что были какие-то вот такие прям уж очень нашумевшие случаи, вопиющие, где кафедрами увольняли, проводили чистку кадров. Вот ничего этого, честное слово, не вспомнилось. То есть все перестроились? Проблемным был момент, и он до сих пор остается, те, кто остались, те перестроились. Проблемным был и остается момент знания языка, потому что Эстония, страна многонациональная, несмотря на то, что население минимальное. Помните, когда я там про Аншлаг вначале говорил, да, назвал эту цифру, миллион 296, по-моему, тысяч по последней переписи живет. Вот, а национальностей более, по-моему, пяти десятков по переписи, опять же, насчитывается. Две большие общины, эстоноязычные и русскоязычные, да, причем подрусскоязычные, понимаете, многие национальности, которые между собой общаются на русском языке. И вот, понятное дело, что когда Эстония стала независимой, в обязательном порядке требовалось, чтобы в государственном вузе, как минимум, да, и не только в государственном, персонал по-эстонски говорил. И поэтому те, кто не владели государственным языком, к сожалению, должны были покинуть не только вузы, это проходило и в школах, и не только на школах, и на предприятиях, и так далее. Да, по системе образования в целом. Сейчас этот вопрос уже, наверное, не такой острый, потому что новое поколение, пара молодежь, они по-эстонски говорят, все-таки улучшилось преподавание этого языка. Ну и, в принципе, те, кто остались работать, они тоже его выучили. Ну, вот, например, я знаю, что в Эстонии нет академии наук, да, она была сформирована и перешла... Только президиум, вот президиум существует, но институты, вот часть институтов, предположим, она перешла в Таллиннский университет, это правда. Ну, а вот вообще сам институт у социальных академиков, вот как бы... Есть, потому что президиум Академии наук есть, и социальный институт академиков есть. И это люди вот какого возраста в Сирии? Преклонного. И с ними легко найти контакт? А я с ними... Ну, они же влияют на защиту, это же вот ваковская система. Нет, у нас ваковской системы никакой нет, у нас есть... Ну, я не был аналог. У нас достаточно автономные... И аналога нет, у нас достаточно автономные советы докторские, я, честно говоря, вот сейчас даже призадумывался, призадумался, каким образом какой-нибудь там академик, не входя в этот совет, если он член этого совета или кооптирован туда для какой-то защиты, это одно, да. А если мы говорим о том, что он просто вот некий извне авторитет, ну, придя на защиту он может повлиять и задавая вопросы, да, но никак не на принятие комиссии решения. Ну, это было сознательное решение, да, на уровне реформ. Вот отделить академию, да, чтобы... Я предполагаю, что да. Вот, к сожалению, про академию наук, про либерларкс. Вот это. А насколько востребованы вообще гуманитарные науки? Вот не социальные, а именно гуманитарные? Хороший вопрос, на который хотелось бы ответить положительно. Насколько это получится, настолько и сделаю. Могу сказать сразу, что они не настолько популярны, насколько инфотехнологии. Вот у нас иногда спрашивают, а что бы мне такое... Ну, ребята, которые не совсем им еще определились, да, что их в жизни интересует, а что бы мне такое вот выбрать, чтобы не прогадать, чтобы так вот сразу начать и работать, да. Но, как правило, все думают, бизнес, юриспруденция, на самом деле это уже все отходит на второй план, уступая место информационным технологиям. В Эстонии они развиваются безумными темпами. Мы интернетизированы, все время требуются новые рабочие руки и, скорее, даже головы. Ребята начинают работать уже на первом-втором курсе. Их вот как горячие пирожки расхватывают компании, работающие в онлайн-режиме, потому что вне зависимости от того, где ты сидишь, рынок труда в Евросоюзе общий, ты можешь работать на любую другую страну, но, опять же, при владении английским, а молодежь сейчас им владеет. Поэтому с ними хорошо, с гуманитариями посложнее, потому что гуманитарий должен найти себя сам. Вот если информатик, я как-то со стороны сижу и думаю, что вот он действительно, вот он, я такой замечательный, сейчас мне позвонили, а я еще из нескольких мест буду выбирать, то гуманитарий должен сам хорошо представлять, где он себя найдет. Потому что мое образование тоже гуманитарное. Я заканчивал филологический факультет и в конечном итоге занимаюсь администрированием программ, которые, в принципе, мне близки. Потому что одно из направлений, более близкое к сердцу, как раз гуманитарное. Но в то же время я не занимаюсь наукой, хотя мог бы это делать. Не занимаюсь потому, что количество мест ограничено, и в тот год, когда я выпускался, не было возможности устроиться. Но вообще вот liberal arts, он ориентирован на гуманитарные и социальные науки. Вот как вы убеждаете молодежка? На самом деле там же есть еще составляющая, которая по-английски называется sciences. Мы это все, наверное, естествознанием называем или точными, или реальными науками. Вот наш университет ее предлагает только в виде факультативных предметов. У нас нет отдельного модуля по этому направлению. В идеале, конечно, он должен был бы быть. Но в данный момент оно реализовано именно на уровне факультативов. Но дает, опять же, такую более широкую картину мира. Если ты, наверное, пройдешь, я уж не знаю, основы физики, основы философии, то, наверное, каким-то образом физическую картину мира сможешь философски осмыслить, если так очень сейчас примитивно говорить. Пожалуйста. Кузьмакозак, историк. Вы знаете, мне больше всего понравились вот такие слова, которые вы сказали. А что же дальше? И радостное настроение, радостное положение. Есть ли ожидания перемен? И если должны быть перемены, то какие они могут быть? В Эстонии? В сфере высшего образования в целом? Я бы, если вот положить руку на сердце и честно говорить, если была бы возможность голосовать, я бы проголосовал за более спокойный период. Я думаю, годика так в два, в три. Потому что если говорить с моими коллегами внутри университетов, если общаться, я чувствую, что вот есть такой перегрев из-за достаточно быстро идущих изменений. Какие-то из них были связаны с Евросоюзом, какие-то из них были связаны с нашими внутренними решениями, перейти на бесплатное образование, внедрить европейские кредиты и так далее и тому подобное. Но эти изменения, они постоянно происходили в течение, считайте, последнего десятилетия, как только мы вступили в ЕС. Поэтому вот мое чисто человеческое желание было бы организовать хороший перерыв, чтобы люди огляделись, сели, успокоились, огляделись, а что же вообще и как-то осмыслили то, что они успели за это время сделать. Потому что сделано было на самом деле очень много. Я думаю, что большинство этого все-таки имеет положительный эффект. Но, наверное, вот такой созерцательный аспект, он бы сейчас повлиял очень и очень хорошо. Немножко по-зарусской стабильности. Пожалуйста. Можно я посижу, у меня голос громкий? Белорусский государственный университет. Я, наверное, тут из официальных университетов. Я вообще... У вас есть неофици? Ну, как это сказать... Ну, простите за слово. Дело в том, что в основном, наверное, ЕГУ. А такие государственные университеты. Я, если честно, облизывалась. Я немного узурпирую время, если... Дело в том, что у нас на отделении психологии был модуль основы межкультурной коммуникации. И то, что вы сегодня рассказывали, я бы, например, если бы этот продолжался у нас, я бы использовала как интервью с очевидцем. Наши студенты делали такое задание. Надо было найти студента, который поучился не в Беларуси, и задать им ряд вопросов, которые были составлены. Было очень много интересных докладов, но я бы, например, интервью сегодня с вами, мы бы смотрели, если бы наш модуль продолжался. Но, к сожалению, по кодексу об образовании, который был принят в Беларуси в 2019 году, пятилетнее обучение было сокращено до четырех лет, и поэтому наш курс, как непрофильный, он был ликвидирован. Конечно, то, что в 1995 году закон об университетах, ну вот в Беларуси закон, можно сказать, об университетах был принят в 2011 году. То, что Латвия присоединилась к Болонскому процессу в 1999 году, а Беларусь в беспрецедентном случае произошел, когда, ну, в Болонске, наглядше, follow-up committee, да, ну, было принято решение отказать Беларуси, хотя робкие попытки введения бакалавриата магистратуры были в 2000 году, когда я училась. Я, например, имею диплом бакалавра. На то время, правда, мало кто представлял из студентов и из работодателей, что он себя представляет, но на четвертом курсе у нас был так называемый бакалаврский курс, и мы сдавали экстра экзамен по нему. Вот, поэтому на выпуске я получила два диплома бакалавра, коричневенький, и синенький диплом специалиста. Ну, если сказать по-немецки, комишевайзе, ну, каким-то дивным чином наш, ну, простите, я просто белорусскоязычная, не думала, что по-русски мне тяжело будет так говорить, но кодекс об образовании, вот какой-то гибрид наш сделал. У нас диплом специалиста, две, два уровня образования, у нас специалист, и, то есть, первая ступень такая абстрактная, это как бы специалист, и вторая ступень в дужечках, в кодексе написано магистр, магистр. То есть, какие-то робкие попытки у нас и сейчас проявляются, например, у нас есть такая система в университете, которая имитирует систему, ну, кредитов, как там, ну, или кредитов, чтобы отличать их от финансовых, от финансовых кредитов. Вот, но тоже много вопросов по этой системе, особенно при оплате, когда студенты учатся платно, например, у них аудиторных занятий может быть, например, 150 часов, а мы им в зачетку записываем 320. И студенты оплачивают 320, но как бы ни преподавателю, ни студенту от этого, ну, не лучше. В принципе, деньги-то университета получил за 320 часов, ну, скажем так, иностранного языка, философии или там чего. Но дело в том, что сейчас пишется в дужечках по колькостях один, еще вот таинственным образом деканат рассчитывает вот это там 2,5 в кредитах, либо 5,6 в кредитах. То есть, ну, Беларусь в Болонском процессе, ну, не участвует, но как бы так и участвует. Имитирует участие. Можешь бы готовиться? Нет, ну, это действительно, ну, это реалии, с которыми я... А кто получает деньги за эти часы, которые не прочитывают? Университет получает деньги, вот. Ну, я бы хотела сказать, что, ну, конечно, например, я как преподаватель, я сидела, облизывалась на то, что, ну, вы рассказывали. Но в то же время, вот, например, модульная система у нас на кафедре, она работает. И я, например, в курсе основы межкультурной коммуникации я читала два модуля. То есть, ну, мы как-то, ну, работаем в этой системе. И мне, если честно, ну, приятно, что, ну, как бы, ну, не совсем мы уже на задворках, да. Хотя, конечно, и, ну, время то, что Беларусь все-таки формально не в баллонском процессе. Хотя и, ну, вот студенты из Казахстана, ну, вот в рамках модуля я знакомилась с отзывами студентов в Украине. Тоже много нареканий, что де-факто есть у нас это. Но очень много вот этих непонятностей с курсами, тоже преподавателям. Вот, если твой модуль не популярен, то как-то ты идешь гулять. Вот, ну, либо ты перестраиваешься и делаешь свой модуль популярным. Например, по статистике Erasmus, ну, Беларусь участвует в Erasmus Mundus. Например, каждый год в Беларуси набирают 70-80 тысяч студентов. Из них по программе Erasmus Mundus участвует 30. 6-8 студентов приезжают к нам по обмену. Ну, то есть, как бы, мы на это тоже облизываемся. Де-факто мы можем, но что такое 30 студентов на 250, скажем, тысяч студентов, если их, вот. Мы в рамках нашего модуля, мы учили студентов заполнять анкету на Erasmus Mundus, вот, и писать motivation letter. То есть, как-то стимулировать наших студентов. Ну, получилось, что, ну, это не актуально сейчас для университета, а для некоторых специальностей это вообще, ну, полный, как-то сказать, ну, это из-за отработки. Они говорят, а зачем мне? Мне всё равно ещё, там, пять лет отпахивать, там, по своей специальности. То есть, я бы ещё хотела задать вопрос. Как у вас, например, вот конкретно, вот эти вот, есть ли у вас такая практика, вот, там, 30 аудиторных занятий, потому что же по этим кредитам они учитывают и внеаудиторную работу. Ну, то есть, то, что студент готовит домашние задания, это он учится по этому модулю. В принципе, ну, это де-факто, это его работа, но в то же время не всегда студенты выполняют домашние задания, это раз. То есть, если у вас, вот у нас есть такая называемая контролируемая самостоятельная работа, либо сейчас она уже называется управляемая самостоятельная работа, вот эти вот часы, которые дописываются в кредиты, которые студент проводит, как вы решаете этот вопрос? А в БГУ вы действительно управляете этими часами? Студенты отчитываются по ним или нет? Вы знаете по-разному. Один европейский кредит равен 26 часам. И, насколько я знаю, они могут делиться таким образом, что половина, 13 часов, это максимально то, что может отведено быть на аудиторную работу, да, она у нас называется контактная работа, видимо, в переводе с английского или же эстонского. Ее может быть меньше, да, то есть 13 часов – это максимум 50 на 50. То, каким образом мы это проверяем, ну, это зависит от каждого конкретного преподавателя. У нас предписаний на этот счет нету, то есть мы не можем сказать студенту, что вот если мы, скажем, поделили 13 и 13, 50 на 50, то обязательно каждый студент должен нам расписать, что вот он в эти 13 часов, собственно говоря, и вложил, да. То есть предполагается, что, естественно, выполняются некие домашние задания, да, какие-то самостоятельные работы представляются через ту же самую, например, электронную обучающую систему, да. Но мы не обязаны требовать, чтобы студент, например, указал, сколько он времени потратил на это задание, и если он напишет, что он потратил 2 часа, а я предполагал, что 3, значит, я ему на час еще что-то должен буду дать. То есть до такого дела не доходит. Ну и мы сходим вот из этого самого европейского кредита в размере 26 часов, и вот если мы его так поделили, то мы умозрительно представляем, сколько, например, могло бы пойти, ну вот сколько могло бы уместиться в эти 13 часов в задании, да, но он не будет нам сообщать, сколько он реально на них потратил времени. А скажите, вот этот European Diploma Supplement выдаются, да? Да, конечно, и там указали кредиты, в каких часов там? Ну просто в России, например, есть на многих университетах уже введены European Diploma Supplement, и там есть и количество часов, и вот эти ECTS, да, вот, поэтому... У нас ECTS, везде, без вариантов, и никаких скобочек. Ну что? Спасибо большое, что вы не посмотрели. Да. Ну что, я еще раз поблагодарю Дмитрия и всех, кто пришел, и надеюсь, что... Да, Даша показывает. Надеюсь, что вам было интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...